Депутаты Государственной Думы от Сочинского избирательного округа Константину Затулину горожане, как обычно, обращаются с самыми разными вопросами. В первом списке на прием председатель городского совета ветеранов. Ему депутат пообещал в ближайшие дни провести отдельную встречу с активом ветеранской организации. Традиционно важная тема, возникающая практически на каждом из депутатских приемов в газификации. На этот раз речь идет о микрорайоне Таврический, который находится в Адлевском районе. Еще в 2011 году олимпийским переселенцам обещали подключить природный газ. Газовая труба в их поселок проведена, однако по сей день жители вынуждены использовать баллоны с ожиженным газом. Причина в том, что никто не хочет брать сети на баланс. Константин Затуллин заявил, что разберется в межведомственных спорах и поспособствует решению вопроса. Построен наконец-то газопровод. Сейчас проблема в том, чтобы его ввести в действие. Но вот тут-то возникают всякого рода ловушки и барьеры. И вот мое дело в данном случае попробовать снять эти проблемы, примирить в этом вопросе враждующие стороны ради того, чтобы конкретные люди получили газ так, как им было обещано. Накануне приема граждан в рамках региональной недели Затуллин встретился и с инициативной группой жителей Верхнелаосского сельского округа, которые обеспокоены возможным строительством в районе Верхнего БО мусороперерабатывающего завода. По словам депутата, людей необходимо должным образом проинформировать об экологических аспектах проекта и в целом его необходимости для города. Город Сочи, Краснодарский край, получит 23 миллиарда рублей инвестиций в этот завод, которых нет ни в бюджете города, ни в бюджете края, ни сейчас, ни в перспективе. А это деньги, которые в данном случае инвестируются в город. И вот упустить такую возможность, это было бы просто преступлением. Я надеюсь, что люди в Сочи понимают, граждане Сочи понимают, что без современного решения проблемы мусоросборки и мусоропереработки перспектива курорта будет перечеркнута. По мнению Константина Затулина, данный проект строительства должен быть открыт для обсуждения с общественностью и учитывать все требования горожан. Кстати говоря, пока еще не факт, что завод будет построен именно в этом месте. Сейчас по поручению главы города Анатолия Пахом войдет поиск альтернативных площадок, которые больше подходили бы для решения стратегической задачи создания современной и экологически безопасной мусоропереработки на территории Большого Сочи. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.